Клубника в шоколаде у нас будет. Наладить питание, что мы и сделали, и после этого проблема исчезла. Замерзли наши клубнички. И сейчас мы их быстренько будем окунать в шоколад. В общем, у нас получились коржики. Мы сейчас их... Это лишнее. Вообще невозможно предугадать, как вес пойдет. Есть какая-то норма потери веса, но даже у людей с большим весом он не всегда идет очень быстро. Классно, что нет такого прям стандарт. Вот только так и все. То есть в полет фантазии это вообще-то, конечно... Но в основном только вот что время. Где-то оно там так быстро улетает. Кардиотренировка. Это может быть ходьба, танцы, скандинавская ходьба, бег. Всем привет! Мы сегодня в гостях у Ани. Мы снимаем следующую серию. И сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы будем просто разговаривать о том, как вес ушел, что Аня чувствовала, что проходило за это время. А еще мы сегодня с вами будем готовить десерты. Вот, наконец-то. Ах, я, конечно... Я этого ждала. Я думаю, что все получится. Начнем с десертов, а там пойдем уже дальше. Так, что мы сегодня делаем? Мы сегодня делаем... Я даже не знаю, как это называется. Это клубника в шоколаде. Вообще, да. Клубника в шоколаде у нас будет. Но не обычная, как фондюк, да? А мы сделаем это по особенному рецепту. Слизала из тиктока, честно. Хорошо. Итак, что мы делаем? Берем клубнику. Сейчас мы ее взблендерим. Вот. И потом будем добавлять следующие ингредиенты. Потом я всю граммовку распишу обязательно на видео. Вот. Итак, берем блендер. Так, что мы сделали? Мы взблендерили клубнику. Просто перертили ее в пюре. Пюрировали, так сказать. Теперь добавляем семена чия. Можно без чия. Но с чия будет вкуснее. Конечно. Рассказывай, как у тебя прошло. У нас прошел уже месяц. Месяц и неделя. Да, наверное, две. Или, да, неделя. Пусть будет. Я не считаю. Идет просто. Мы начали 8 мая. Сегодня. 19. 19 июня. Да. То есть получается полтора месяца у нас. Вот. Что рассказать? Слушай, расскажи вообще, как ты себя чувствуешь. Начнем с этого. Вот полтора месяца ты на питании. Как ты себя чувствуешь? Намного легче. Это первое, что я могу сказать. Прям легче. Так как всякие бывают эмоциональные, да, стрессы. Ну, это жизнь. Вот. Поэтому учусь справляться с ними. В пользу себя, в первую очередь, да. Потому что нужно думать о себе. Вот. Поменяла я размер штанов. Класс. Да. Я прикреплю фото обязательно, как Аня приоделась. И теперь, вы видите, они уже не в черном. Да. Они уже приходят к красивым цветам. Мы меняем цвета, да. У меня прошли отеки. Вот это меня вообще очень радует. Да. Отеки ушли. У меня перестало меня мучить изжога. Вот. Это прям... На минуточку. Аня говорит, записалась к врачу, говорит, еще до того, как мы начали. Да. На гастроэндоскопию, скорее всего. Проверка желудка, да. Да, да, да. Вот. И говорит, к тому моменту, пока подошло время ее записи, все уже прошло. Да. Я пришла... Все уже прошло. Пришла на прием к врачу, и мне пришлось сказать, чтобы они меня все-таки проверили, мне пришлось сказать, что да, у меня еще есть изжога, и проверьте меня, пожалуйста. Пришлось соврать просто. Потому что полгода я ждала этого времени, чтобы меня проверил врач. Ну, как бы у меня постоянная была изжога, постоянная, каждый день, после каждого приема пищи почти у меня была... На протяжении всего времени? Больше 4 месяцев. Да, больше 4 месяцев у меня была эта изжога. Я уже тоже приходила к врачу, к своему лечащему врачу. Я говорю, у меня изжога, изжога, изжога. Первые давали таблетки, потом меняли на другие. И вот таким образом я с одних таблеток на другие таблетки. А врач не говорил, что нужно обратить внимание? Она говорила, что нужно менять питание. Конечно же, это мой избыточный вес, его и видно. И слышно порой, как я иду. Поэтому, да, здесь нужно было просто наладить питание, что мы и сделали. И после этого проблема исчезла. Вот так вот. Я этому очень рада. Так, мы сюда добавляем немножко сахара заменителя. Немножко, можно. Я пользуюсь эритриолом. Не стевией. Стевия, она имеет такой горьковатый вкус. Вязкость. Неприятная такая вот. А эритриол, он без цвета, без вкуса, без запаха. Ну, сласит чуть-чуть, да. Вот, поэтому можно. По поводу сахарозаменителей скажу, что они делятся на натуральные и искусственные. Искусственные мы вообще не применяем. Натуральные иногда. Да, если вы хотите добавлять каждый день в кофе или в чай сахарозаменитель, это не очень хорошая история. Потому что все-таки это поддерживает нашу зависимость от сладкого, да. И в момент, когда не будет сахарозаменителя, будет обычный сахар. И второй момент, все-таки есть исследования, которые говорят о том, что и на сахарозаменитель все равно будет подниматься инсулин. Конечно, не так, как на сахар, но все равно. Поэтому все же сахарозаменитель, это такой вариант для праздника, для десертов. Вот, как, собственно, для сегодняшнего нашего дня. Так, мы добавляем совсем чуть-чуть. Я ничего не взвешиваю, потому что у меня хороший глазомер. Тут где-то примерно две ложечки, да? Да, мне кажется, наверное, две чайные ложечки я добавила. А, слушай, наверное, нужно, чтобы оно чуть-чуть, оно даже чуть-чуть расстоять. Может, крахмал должен туда пойти? Нет, нет, нет. А, чья должна набухнуть? Чья сейчас набухну, да, станет такое, как желе. Да, желе. Тогда будет легко разложить. Тогда будет хорошая форма. Вот, мы разложим сейчас такие, как оладки, на поднос и уберем в морозилку. Надеюсь, это все замерзнет быстро. Надеюсь, тоже. Чтобы мы сейчас переснять. Вот. Так, хорошо, пока оно замерзает, мы, наверное, возьмем следующий. Не замерзает, а расходится. Расходит, да. Вот, сейчас будем делать следующий. Ну, я думаю, это будет два где-то. Слушай, это два белка, да. 70 грамм, это два белка. Два таких средних яйца. Четко. Как в аптеке. Точно. Так, мы взбили до пиков белки. Теперь мы добавляем 10 грамм рисовой муки. Да, рисовую. Угу, есть. И 10 грамм какао. Так, аккуратно размешиваем все лопаткой. И у нас получится сейчас такое воздушное тесто. Так, мы выкладываем на силиконовый коврик всю смесь. И равномерно распределяем. У нас получился такой коржик. Не очень тонкий. Все, и отправляем в духовку на 10 минут на 170 градусов. Так, мы берем 40 грамм молока. Его нужно хорошо разогреть, прям до горячего состояния. Так, на одну порцию, на 40 миллилитров молока, нужно 40 грамм шоколада. Да, 80 грамм, черного, без сахара. Я, правда, нашла только с сахаром, потому что очень спешила, но ничего страшного. Мы готовим на 2 порции, поэтому у нас всего в 2 раза больше. Так, на 2 порции, тогда это будет 80 грамм. Ну, кстати, точно такой же есть в кауфлянде, без сахара вообще. Просто черный шоколад для фондю. О, супер. Отлично. Так, все перемешиваем, чтобы шоколад растаял до однородности. И добавляем туда 170 грамм мягкого творога. Так, на одну порцию 170 грамм мягкого творога. Мягкий творог идет вот такой вот в упаковках. Да, он не зернистый. Но так как мы делаем на 2 порции, нам нужно будет 340. И все хорошенько перемешиваем. Если вы найдете шоколад без сахара, тогда можно сюда добавить сахарозаменитель. Это у нас будет крем. Так, что у нас тут с коржами? Они готовы. О, класс! В общем, у нас получились коржики. Мы сейчас их можно нарезать какими-нибудь формами. Можно просто покрошить и слоями смешать в какой-нибудь форме. Мы взяли бокалы. Так будет красивее. Какая классная вкусняшка. Ммм, пахнет от шоколада вкусно. Ну что, поехали. Так, нам нужна большая ложка. Слушай, я его просто возьму и порву вот так вот рукой. Можно прям покрошить вот так. Короче, здесь получается у нас вообще белковый десерт. Потому что у нас белки идут в тесте, творог идет в креме. Поэтому это вообще белковый. Ну классно же, ешь стирамису, а организм думает, что ты ешь курицу. Вау, да? А ты десертом охлажаешься. Аня, вот за это время, вот скажи, ты сколько уже? Вот полтора месяца. Сладкого хотелось, честно скажи. Конечно, хотелось. Как справлялась? Знаешь, когда хотелось? Когда в семье кушали сладенькое, так думаешь, я бы тоже, наверное, сейчас съела бы. Потом себя ловишь на мысли, что, а зачем? Тебе и без этого уже столько времени прошло, хорошо, все, зачем? И если так сильно прям надо было. Есть же фрукты, которые можно как раз в полдник у меня, если вот такое бывает период, когда детки уже все дома. Полдник. А полдник я же могу себе сладенький сделать. Пожалуйста, творог, фрукты, вкусняшка. Класс, в общем, нашла вариант для себя. Конечно, удовлетворилась я сладким, и все, все хорошо. Еще я тебе скажу, что у меня больше энергии появилось. О! Да, это прям вообще. Знаешь, на пергаменте оно как-то пристало. Прилипло. А вот на коврике все-таки лучше получилось. Хотя мы пергамент даже смазали. Надо, кстати, такой коврик мне тоже купить. А я первый раз его сегодня использовала. Вот теперь будем чаще. Так. Он такой воздушный, прям. Угу. Какой воздушный. Как бисквитик прям получился. Класс. Так, у меня уже идет следующий слой. Интересно, у нас такая серия получится. Пришли одна худеет, вторая диетолога. Собрались пожрать. Мы же тоже любим. Ну да. Вот. И сладенькое нам тоже можно. Сериал про жизнь. Да. Так. И, как говорится, ни в чем себе не отказываем. Хотите сладкое? Очень классно. Знаешь, вот есть же разные методы работы с зависимостью. Вот, ну, в данном случае от сладкого. Есть метод замены. Есть метод уменьшения порций. Ну, то есть, допустим, те, кто ели там две шоколадки в день, они начинают постепенно уменьшать, чтобы не было стресса. Есть вариант, когда мы просто ищем альтернативу. Вот, как ты говоришь, и ты нашла альтернативу во фруктах, да? Ну, понятно, тут тоже всегда должна быть мера. Можно запечь яблоко. Это прям вообще вкусно. А, запеченная груша. Груша еще вкуснее. В следующий раз надо будет сделать. Знаешь, когда берешь грушу, запекаешь, туда кладешь сыр до рублю. И оно, знаешь, вот соленый такой остренький вкус с запеченной сладкой грушей, это просто отвал башки. Ты рассказываешь? Хотя, если так хорошо позавтракала, да. Поэтому варианты действительно есть, и главное, эти варианты иметь в голове. Если их, конечно, в голове нет, то когда ты хочешь сладкого, ты бежишь за шоколадкой. Да, когда идет сразу же соблазн на что-то быстрое, покупное. Так, сейчас я его сушил. Вообще можно сделать так, чтобы у тебя десерты были дома всегда. Да, приготовил их, есть замороженный десерт, пожалуйста. Слушай, крем такой вкусный получился. Мы же делали. С любовью. С любовью. С любовью, прям классный. Так, можно я тут еще добавлю. Да, если его оставить с вечера на ночь, он вообще прям пропитается, и будет просто супер. Я специально выбрала один вариант, чтобы мы приготовили тот, что с молочными продуктами, потому что многие пишут, что не все едят молочные продукты, творог, а второй у нас будет шоколадно-фруктовый. Поэтому выбирайте тот, который вам больше нравится. Кто-то вот не любит шоколад, а кому-то наоборот, хоть каждый день. Это я. Но я с этим работаю. Ты тоже борешься? В этом вот я. Ну, знаешь, сейчас уже меньше борюсь. Сейчас уже больше, уже знаешь, как сила привычки, что это бывает, но редко. А так как это было раньше, конечно, я знаю все степени прожарки сахара. Вот в детстве сладкого не было, я жарила сахар. Знаешь, мы тоже. У меня моя сестра, она вообще, мне кажется, из двух-трех ингредиентов какие-то шедевры творила. Я говорю, как так? Леденцы на палочке, вот это вот все, вот она как карамельки делала. Это очень, очень классно. Я вообще говорю, мне достаточно было одного ингредиента, просто сахар. Я его выжаривала до коричневого цвета, до прозрачного цвета. Боже, как красиво. Это просто, вообще. Короче, и гоголь-моголь, вот. Да. Ели вы? Мы делали зефирки, делали, а не зефирки. Нет, знаешь, гоголь-моголь, это когда ты берешь желток и взбиваешь его с сахаром. Прямо добила и ешь. Это вообще не делали в детстве? Я такое не помню. Я не знаю, мне кажется, даже не представляю, сколько я гоголь-моголь съела в детстве. Она все время, сестра, я не сильно, я вот до сих пор как-то так с ней вижу, но не на высшем уровне. Вот, и она делала белок и выпекала его. Получается, безешки. Да, безешки, класс. Это тоже вкусно было. Так, теперь мы можем украсить это все дело ягодками сверху и, собственно, готово. Сейчас садимся пить чаек. Слушай, нам надо только ягодки помыть. Да, давай, без проблем. Хочу показать вам поближе. Смотрите, какая красота. Ну, вообще. Я обязательно рассчитаю БЖУ этого рецепта и поделюсь с вами, чтобы вам было тоже, у вас был такой вариант, да, на перекус. Чтобы знали, сколько его можно съесть, как часто, все это распишу подробно. Меня к этому приучил Инстаграм. Ну, уже на камере все видно. Можно было, да, для кислинки добавить и даже лишнее. Она прям правильно упала. Это, знаешь, у меня девчонки на программе на чем словила как-то. И потом начала об этом говорить. Когда взвешивают. Вот нужно там 80 грамм банана. Она так отрезает, так 80 грамм кладет на этот все супер, это в тарелку. А тут хвост такой, ну, это лишний. И это прям такая частая история была. Я когда начала говорить, и девочки такие, слушай, да, реально, я вот доедаю эти хвостики. Ну, а зачем ты взвешиваешь 80 грамм, если ты все равно доела? Знаешь, я тебе сразу скажу, я взвешиваю чуть больше, чем 80, потому что если там 82, 83. Да, это такой маленький люфт, да. Потому что, знаешь, если мне можно мои 80, я не хочу, чтобы на чашке то, что оставалось, мое, она уходила. Пусть мои 80 будут. Поэтому все, что на чашке, это те несколько грамм. Вот, все, вот у нас готов первый десерт, и сейчас будет еще второй. Вот мы с тобой сегодня классно поедим. Замерзли наши клубнички, и сейчас мы их быстренько будем окунать в шоколад. Так. Вау. И. И что? Слушай, на видео было все легко. Да. Очень даже было. Может быть, его разбавить чуть-чуть молоком, чтобы он был не такой густой. Давай, наверное, сделаем с молоком. Я бы еще съем, и вот еще. Все, она ко мне прилипла. Я это съем сама. Давай. Нифига, вот у нее как-то там по-другому было. Наверное, нужно, чтобы было. Ну, вот это прям, по-моему, как я готовлю. Это прям вот моя рука. И моя тоже, видишь, оказывается. Я сейчас вам покажу просто этот шедевр наш. Нет, ну, в принципе, такая. По-моему, это гениально. Замечательно. Поразительно. Гениально. Гениально. Я же говорила, что у меня руки из одного места. Ничего, то голова из нужного. Давай чуть разбавим, наверное, молоком, чтобы оно было чуть-чуть пожиже. Ну, кстати, вкусно. Ну, все, отличный вариант. Короче, мы этот вариант, наверное, удалим вообще. Да, походу. Ну, что, делаем блинчики. Просто из шоколада, да? Да. На них сверху ложим вот эту вот. Вот эти тиктокеры, они же, видишь, все нюансы не рассказывают. А ты потом горячься. Смотри, у нас как красиво. Должно было быть чуть-чуть по-другому, но, мне кажется, такой вариант тоже пойдет. Конечно. Короче, мы хотели каждый блинчик замороженный вымокать в шоколаде, но у нас не получилось. Поэтому мы просто выложили слоями шоколад и блинчик из ягод, и сейчас мы заморозим. Так, размер одежды на сколько сменила? Ну, штаны на размер. С 58-го. Класс. Так, талия. Талия уже появляется? Ну, не сказала. Это прям ощущение. Ты прям одежду-то не выкидывай, мы потом ее примерим. Которые... Я хочу сказать, что штаны, в которых я была, я их сошоркала. Шоркала между ног, потому что я их один из пор делала, я в них прошоркала. Я такое, кое-что придумала, сейчас я тебе покажу. Сделаем такой наглядный момент. Слушай. Ты представляешь, я когда первый раз тебя измеряла, сантиметр не сошелся. Он не сошелся на вот так. Я просто прикинула чуть-чуть. А прикинь, а сейчас он сошелся в захлёст. А-а-а. Представляешь? О-о-о. Вообще. Так, где у нас сейчас нога? Ага. Тоже ее так расслабить. Скажи, твои близкие и знакомые замечают изменения? Нет, наверное. Никто мне еще ничего не говорил. Но мне пишут много. Молодец. Просто наблюдают, да? Наблюдают, да. И спрашивают, сколько? Ну, сколько? Чего уже ушел? Сколько ушел? Так что я так могу сказать, что только наблюдают. Расслабь, перей. Тут звонит. Ага. Перей трубку. Так. Так, шею еще. Еще есть. А, короче, в итоге, сколько у тебя сегодня вес? Сто двадцать восемь. Ага. Три вроде бы. Сто двадцать восемь и три. У нас ровно за месяц ушло десять килограмм. И на сегодня у нас десять и пять. Десять и пять? Десять и пять. Я, знаешь, что взяла? Я взяла, купила десять килограмм муки. Я хочу тебе показать, сколько это. Вот просто возьми и подержи. Ну, вот так вот я раньше и ходила. Вот ты представляешь? Вот весом, да. Вот ты вот это на себе носила. О, Боже. И так каждый день. Да, и вот эти вот у меня движения. Сейчас я выдерживаю. Ну, вот. Вот, да. Представляешь, мои ноги все это выдерживали. Я говорю, насколько я стала легче. Это вот, это я чувствую, это каждое утро. Особенно утром, когда все впадает. Прямо такое состояние классное. Вот так вот я раньше ходила. Вот даже вот так, сгорбившись. А сейчас я выкрепляюсь. Ой, Света. Ты представляешь? Я счастлива. Вот столько. 10 килограмм. Вот здесь вот 10 килограмм муки. Вот столько Аня носила на себе. Тяжело. Полтора месяца, и у нас минус 10,5. Вау. Я так-то выбираю. Каждый может. Это каждый может. Ух, ну, это просто. А теперь пошли есть десерт. Ой, какое у нас сегодня, какая у нас сегодня вкусная острисина. Смотрю вообще, да. Так красиво. Так, смотри. За месяц, ну вот за полтора месяца получается. Минус 10 сантиметров в объеме груди. 10. Так, минус 4 сантиметра под грудью. Минус 7 сантиметров в талии, минус, это сколько получается, 9 сантиметров в объеме живота. Теперь у нас минус 12 сантиметров в бедра. Потому что, я говорю, вот он прям сошелся, он не сходился, вот мне кажется, вот так вот. Я так примерно прикинула, что там еще надо 5 сантиметров накинуть. Он не сходился. А сейчас он прям в захлест пошел. Представляешь? Вот, минус 4 объем ноги. Так, минус 1 шея и ручка. Ну, тут медленнее седает. 14, 21, 30, 42, 46, 47, 48, и еще одна рука, 49, и еще одна нога, а 53, минус 53 сантиметра в объемах. Вот тебе и минус 1 размер одежды. Класс. Я, ты что, вообще, просто. Так, я сейчас вязать, пишу 100. Это новые изменения, это хорошее ощущение, это просто вообще. Вот, по весу получается на сегодня минус 10,5. Минус 10,5. Вот. Фух, класс. Я тоже довольна. У меня нет цели быстро. У меня есть цель, чтобы это было качественно. Ну, получается быстро. Что интересно, получается быстро. Да, это быстро. Да, да, получается быстро. И я уже рассказывала в инстаграм, в ютубе, почему мы не дошли с этой темой о том, что вообще невозможно предугадать, как вес пойдет. Есть какая-то норма потери веса. Но даже у людей с большим весом, он не всегда идет очень быстро. Потому что есть на то причины. У кого-то, может быть, состояние здоровья может тормозить этот процесс. У кого-то та же самая диетная история, уже голодал, голодал, голодал. А тут уже начал есть. И, как бы, конечно, ты не худеешь. То есть нужно время восстановления. Поэтому причин может быть много. И я переживала по этому поводу, что вес будет уходить медленно, но у тебя прям он сильно бежит. Прям сильно. Для того, чтобы притормозить этот процесс, мы добавили немножечко гарнира в ужин. Вот. Мы его можем убрать? Мы можем убрать. По самочувствию. По самочувствию. Скажи, за вот это время тебе как? Сытно, голодно? А мне сытно. Мне достаточно сытно. Я даже бывает иногда что-то, даже вот не доедаю. Ты знаешь, бывает такое состояние, когда ты не хочешь есть. Потому что вот сейчас жара. Какие-то вот есть дела вечерние еще, да, там, ну, у меня огород. То есть мы там где-то возимся, и время пролетает очень быстро. И вот это вот, нет, вот это вот тук-тук, надо покушать, да, надо. Бывает забываешься, и вот получается уже там чуть ли не пол девятого, чуть ли не в девять, ты начинаешь ужинать. А еще не хочется, вот от жары, вот этого всего, не хочется. Но так как это надо сделать, вот сколько вот сможешь, столько и съедаешь, да, и потом вот уже идешь спать. Все правильно. Потому что если не поешь, то Жорик приходит, когда? Куда ты идешь спать? А он такой, а я кушать хочу. Ты же расслабилась, уже успокоилась, да. У многих такие, вот, какие состояния мы проходим, когда начинаем работать с питанием? Первое. Ты сначала вообще просто хочешь, допустим, есть. Тебе хочется то сладкого, то еще чего-то. Вот прям аппетит не контролируем. Мы его берем под контроль, потом выравнивается все, кажется, так классно, все хорошо. А потом есть такие этапы, они не длинные. Когда наоборот приходит какой-то, ну, ты вроде бы и не хочешь, вообще нет аппетита, вообще. И многие в этот момент неправильно себя ведут, потому что они просто перестают есть. Короче, едят очень мало. И это приводит к тому, что сначала тебе кажется вообще классно. Я так теперь могу жить. Но потом в какой-то момент начинается либо подъедание, такие незаметные, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Вроде бы полноценно не ешь, а вот начинаешь подъедать. Либо наступает внезапно срыв. Да, вот это вот я себе контролирую, чтобы не пошла там что-нибудь, в рот затолкала. А что, если хочешь кушать, Аня, пойдем, садись, ешь, все. Да, да, да. Поела, вышла. Поэтому вот тут важно, да, что ты все равно прям четко вот садишься, все равно поешь. Потому что если ты не поешь там в 7-8, ты, ну, ты не ляжешь спать еще в 10, например, да, ты не ложишься. А до 12 ты есть захочешь в любом случае. Так лучше поесть в 7, чем ты поешь потом в 10, в 11. Да. Поэтому для того, чтобы предупредить вот этот срыв, как раз вот и важно перекусить. Сколько у нас порция вышла? Слушай, надо посчитать это все. Я прям возьму и в программе посчитаю. Угу. Очень вкусно. То есть прям посмотришь, подготовку можешь посмотреть еще раз. Хотя у тебя уже нету этапа подготовки, но все равно может быть еще что-то возьмешь для себя. Вот потом там смотришь, вот первая неделя на курсе будет, там будет вот прям все эти основы, которые мы с тобой разбирали. Но там еще будет, мне кажется. Открытая тема, да? Там же будет у нас постановка целей. Вот знаешь, как правильно запланировать все, чтобы ты вот как бы не сошел с дистанции. Это тоже важно. Вот это тоже на первой неделе. Вот. И вот эта первая неделя, она такая идет, втягивающая. Сейчас вот уже вторая неделя открыта. Там уже у нас прям диетология. Вот там вот как раз как посчитать десерт. Ты вот посмотришь урок, ты поймешь. Вот. Ты вот там раз, 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 раз в программе и все. И у тебя все уже посчитано. Как составить себе меню, если ты, например, хочешь там, не знаю, средиземноморского краба захочешь приготовить. А у нас в меню вот такого нет, например. Там, не знаю, там, может быть, муж принесет оленя, знаешь, там. А я купила олигушачьи лапки. Мне, наверное, нужно их просчитать. О, слушай, класс. Так вот. И вот ты посмотришь урок, и ты поймешь вообще, как это все делается. И ты сейчас составишь меню из любых продуктов. То есть вот это вот уже будет на второй неделе. Там прям вся вот диетология. А уже третья неделя, там будет как раз то, что мы с тобой уже проходили моменты, когда у тебя наступают какие-то форс-мажоры, переживания, стрессы, еще что-то. И вот тут, как не сойти с дистанцией, вот это вот как раз вот эта неделя будет посвящена этому. Следующие две недели у нас будет про здоровье. Там тоже будет много интересного. И для тебя тоже будет и для состояния ЖКТ. Вот ты сейчас поймешь, почему вот улучшилась работа, да? Почему нет уже той же изжоги. Да, да, да. Вот там вот это все будет. Короче, поэтому ты сейчас прям открываешь уроки. И вот, знаешь, удобно, если особо нет времени прям сидеть, смотреть. Ну, у нас с тобой обычно времени такого нету-то. Ты вот готовишь, слушаешь. Или там пошла на огороде, что-то делаешь, там наушники включила и слушаешь. Просто слушаешь, все. Кто-то совмещает там с поездкой на работу, знаешь, включают в машине или там маршрутки, просто в наушниках. Вот и все. И главное, что ты себе так вот по каждому уроку будешь смотреть. Это что тебе даст? Это даст тебе то, что у тебя будет прям четко складываться. Знаешь, теперь я тебя поняла, теперь я это поняла, теперь я это поняла. И все. И у тебя, знаешь, как это уже потом невозможно развидеть. Когда ты это уже знаешь и понимаешь, ты уже не можешь, ну, даже по-другому, как бы даже застраивать свое питание. Потому что ты уже понимаешь, для чего это. Поняла. Окей. Да. Но это важно. Это очень. Это вот как книга уже, как сказать, открываешь уже энциклопедию. Да. Не просто книжка, вот именно такая. Да, да, да. Поэтому мы с тобой начали раньше чуть-чуть, чем курс, а вот сейчас вот он начался, я прям хочу, чтобы ты прям прошла каждый урок, посмотрела, чтобы у тебя хорошие знания остались. Ну, на это я найду время, да, тут надо, если это просто прослушивать, можно этого прям вообще идеально. Если просматривать, конечно, да, нужно смотреть. Нет, 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 мы, конечно, сделали там видео, но ты можешь просто включить и слушать, там все равно и будет, да. Ну, вечерами в огороде прям замечательно. Там, кстати, есть еще очень большая классная книга рецептов, еще одна, ее можно скачать, там есть, называется, по-моему, путеводитель, называется папка. И там есть этот путеводитель, который, там много разных рецептов, они по БЖУ тоже посчитаны. Ты можешь из них готовить как себе, так и детям, вот. Только они не расписаны, как в твоей программе, на твою одну порцию, они там расписаны на 100 грамм. Но ты уже понимая, там, пройдя вот эту неделю по диетологии, ты уже понимаешь, сколько тебе нужно взять с этого варианта или с этого, даже с готового, уже когда ты его приготовила. Вот, тоже очень классно, прям тоже распечатаешь, такая она прям красивая. Хорошо, распечатать, да, флю, это можно будет? Окей. Да, мне еще одна книжка появится. Я к Тане Аргуновой пришла, выходные, и мы там на кухне что-то делаем. Вот, и я такая беру папку, так перекладываю, такая, ой-ой-ой, куда, говорит, перекладываешь, говорит, это моя, говорит, это целая, говорит, сборник рецептов. А я смотрю, а там вот такая папка. То есть все вот программы, которые у нас были, она на всех была. И у нее прям огромная папка рецептов, так что у тебя тоже такая будет. Я хочу, конечно. Я с этой работаю постоянно. Что-то новенькое было такое, что прям так не изготовила как, но с тех же продуктов свое сообразила. Да, да, и я вот это вот тоже практикую у себя. Я только вот на последнем эфире, который у нас был в пятницу на курсе, я вот об этом говорила, что многие смотрят и говорят, ну я не хочу там есть вот этот овсяноблин, который так расписан. Я говорю, слушайте, вы можете не есть овсяноблин. То есть вы можете, это настолько грамотно составлено и удобно, вот этот конструктор этот, что ты его как ни скажешь, все равно будет правильно. Хочешь так, хочешь так, хочешь так, и все равно ты все не выйдешь как бы за рамки дозволенного. Да, просто все эти ингредиенты, а там как ты хочешь, так ты их и принимай вовнутрь, да? Хочешь ты из-за печи, хочешь так, хочешь так. Хочешь сырые съешь. Да, вот прям два яйца сырых. Ну нет, так играть можно, да. То есть это вот классно, что нет такого прям стандарт, вот только так и все. То есть в полет фантазии это вообще-то, конечно, круто. Ты сам себе уже... Там же тоже есть десерты, все есть. Кстати, вот этот десерт я теперь добавлю. Классный. И сложности что есть? Если не продумать, что кушать в середине дня, вот в этом и будут сложности. Потом начинаешь отвлекаться, думаешь, блин, о чем мне сейчас, вот время, надо кушать быстрее. Потом начинает включаться голова, что, что, что можно сейчас кушать. Какие лайфхаки для себя ты уже наработала? С вечера подготовка. У меня сейчас уже отваренные кальмары с вечера в холодильнике лежат, да, потому что у меня будет салат с кальмаров сегодня. Потом то, что нужно было разморозить тоже с вечера вытащила. Рыбные котлеты будут завтра. Сегодня я буду готовить, очень вкусно. Ну, то есть вот такие вот заготовки. Овощи, фрукты всегда как бы должны быть. То есть, благо мы ездим каждый день через магазин, да, что это можно закупить. В чем же у меня еще сложность? Ну, в основном только вот, что время. Где-то оно там так быстро улетает. Вот. Что у меня еще было в последний раз? Мы еще добавили структуру сейчас. Да, ходьба есть. Но там она не каждый день, мне кажется, два-три раза в неделю, наверное, да? Да, да. Вот так вот получается. Последний раз я маху дала и натерла мозоль. Слушай, кстати, ты кроссовки поменяла, тебе стопом стало легче. Да, да. Правильная обувь – это очень важно. Вот, вот. Правильная обувь. И кто не умеет ходить скандинавской ходьбой, нужно обязательно посмотреть, как это делается, дабы не навредить себе. То есть уровень палок, высота от роста, все зависит. И, конечно, да, хорошая обувь. Палки – хорошая обувь. Это прям обязательно подумать о себе. Сколько времени ты примерно ходишь? Ну, у меня мой круг получается где-то час-десять. Тот, который я себе могу позволить так вот выйти. Можно и больше. Ну, я не считаю все шаги за весь день. Я считаю именно вот именно этот тренировочный круг мой, моя полоса, которую я прохожу. Вот. В основном это по лесам идет. Такая прям дорожка для ходьбы. И очень приятно, когда ты идешь, ты отвлекаешься. Красивая природа, новые какие-то картинки в глазах, неприевшиеся, да, вот это вот дом там, работа или еще что-то. И ты разговариваешь в процессе сама с собой. Можно слушать музыку, можно громко ее слушать, можно в тишине просто остаться. Кому что нравится. Мне нравится в тишине. Я вот иду. Тебе хватает. Да, мне шума всякого такого тоже хватает. Поэтому я отдыхаю, когда мне тихо. Я иду и разговариваю сама с собой в своих мыслях, разбираю какие-то моменты, как и что. Поэтому нужно на это обязательно уделять внимание. У тебя получается вечером это, да? Вечером, да. Ну, завтра планирую я с утра, потому что вечером у меня будет занят. Завтра. Поэтому с утра вот я детей отвела в садике, тот ушел в школу. Вот, я могу это сделать утром, не так жарко. Темп выбрала уже комфортный, в котором ты не задыхаешься. Да, да. Класс. Это как раз у меня выходит где-то на час десять. Вот, а сколько километров надо засечь. Ну, просто посмотреть, сколько у меня километров выходит. Ну, классно. Как-то я это фиксировала, да. Главное время и пульс, которым ты ходишь. Вот это вот прям важно. Вот, по сути, время как раз у тебя такое в рамках кардио-тренировки. И если пульс у тебя там 120-30 ударов, это невысокий, это ты не задыхаешься. Нет, я не задыхаюсь, но... Ну, так прям, знаешь, то есть не просто прогулочным шагом, да, да. Вот, и это прям будет как раз очень хорошо. И потом, когда вот пройдешься, уже такой прям прилив начинает сразу все. Под-под выделяться прям сильно идет. Сначала, когда иду, нет такого, а потом прям долго еще вот под-под сходит, сходит, сходит. Ну, после душа все это проходит, все хорошо. Я в отдельном видео сниму обязательно тему про кардио-тренировки, именно про ходьбу и вообще зачем это нужно. Это не только про сожженные колоди, это в первую очередь про клеточное дыхание. Вот как мы улучшаем клеточное дыхание благодаря вот таким вот кардио-тренировкам. Это может быть ходьба, танцы, скандинавская ходьба, бег, аэробика. То есть вот как это улучшает именно митохондриальную функцию клеток и как это скажется. И на снижении веса, и на уровне инсулина, да, и на метаболическом здоровье. Я прям отдельное видео в ближайшее время сниму. В целом вообще ты у меня просто крутая. Спасибо. Просто очень много людей вдохновила. Я прям сейчас, знаешь, там увиделась с одной своей клиенткой. Она говорит, я увидела Аню с этим стулом. И я такая поняла, мне тоже пора, потому что у меня такая же история со стулом. Твоя подружка пришла худеть. Короче, реально, вот знаешь, ты начала заражать. Заражать, это заразно, да. Я надеюсь, что ты будет заразно. Ты, Гриша, и брат начал ходить с палками. В общем, все ходят. Да. Классно. Вообще супер. И я очень рада. Мы через неделю обязательно встретимся и продолжим нашу тему. Вот. А сейчас предлагаю вам написать в комментариях, что нам еще, а не приготовить такого в следующий раз, чтобы вам было интересно и полезно. Да, будет очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok